Всем доброго времени суток! Всем здравствуйте! Вы на канале Потянула в деревне все с нуля. Меня зовут Наталья. Сегодня мы приехали в деревню. Уже темняется. Решила по-быстренькому заснять вам видео. Что-то запыхалось пока. По снегу шла. У нас опять идет снег. В последнее время не опять, а снова. Хочу сказать вам большое спасибо. Нас уже 100 человек. Мне очень приятно, что вы с нами. Что вы смотрите, что вы забегаете. Уделяете нам внимание. Даете какие-то советы. Для меня они очень важны. И очень приятно. Хочу немножко рассказать о том, как начался наш канал. У нас канал новый. И, собственно говоря, начала я его плотно заниматься. Не то чтобы плотно так заниматься в прошлом году. После того, как мы решили продать дачу, купить в деревне дом. Где-то, наверное, лет 8 назад мы купили дачу. Дача была очень запущенная. Мы очень долго ее восстанавливали. Строили новую баню. Баня была ужасная. Родители стелили там полы. Там не было полов. На полке сидишь, паришься. А в другом углу бегают муравьи. Таскают свои яйца. И когда уже начала печка падать, и была уже угроза, что можно просто провалиться, очень сильно пострадать, мы построили там баню, восстановили дом. В общем, в дачу, конечно, вложили очень много сил. Про деньги я вообще молчу. Вот. Так что... Ну, и потом было много, ряд причин, что, собственно говоря, мы захотели уже купить какой-то участок именно в деревне, чтобы это построить. Там именно дом, чтобы можно было приезжать и зимой, и жить летом постоянно. Вот. И чтобы это было, ну, поближе от города. Потому что дача у нас находится довольно-таки далеко от города. И туда зимой очень проблематично проехать. Потому что дорогу, она, ну, как бы за городом получается, дорогу практически никто не чистит. Вот. И мы купили вот этот участок. У нас он 25 соток. Получается вот так, 25 метров. И туда вот. Вот, туда далеко. Где-то старые мои подписчики, они видели это видео. Ну, если это новые подписчики, интересно, посмотрите. Есть видео, мы обследовали наш участок. Вот, туда далеко, 100 метров туда. Это все наша земля. Вот. Но в этом году мы облагородили только вот эту вот землю. Здесь вспахали все. Вот. А на следующий год планируем там, потому что там бурелом страшенный. Вот эти все деревья будут выкорчевываться, потому что это черемуха. Вот. Малинника здесь вообще прям тьма тьмущая. Вот. А вот эти столбики, это был когда-то старый соседский здесь. Ой, не соседский, господи, что попало, говорю. Когда хозяева здесь раньше жили, это был здесь у них огород. То есть они здесь вот эту землю, вот это все, они облагораживали. То есть у них здесь был огород. А вот там, в гору, уже ничего никто не делал. Вот. Там поэтому земля вообще никак не облагорожена. Абсолютно. Вот. А по моим планам, по моим мечтам, я хочу сделать вот как раз вот этих столбиков, вот это вот все туда, вот до низу. Здесь у меня будет большая лужайка. Здесь вот этот вот дерен белый. А здесь у меня будет ручей каменный с мостиком деревянным. И кораблики вот эти будут, которые я делала, выливала из цемента. У меня тоже есть на канале это видео. Точнее, ряд даже видео. Вот. Они там будут стоять. Вот. Вот этот домик. Мы тоже его восстанавливали, потому что был в очень плохом состоянии. Насколько мы успели в прошлом году, настолько восстановили. Потому что разрывались между дачей и деревней. Бегали туда-сюда. И нужно было там какой-то урожай собирать. Вот. Поэтому, ну, в общем, что успели сделать, то сделали. Вот по планам хочу сделать здесь засеять травку. Здесь будут газоны с цветами. Здесь как раз вот так вот за домом будет строиться дом. Я не знаю, на следующий год-то нет. Скорее всего, на следующем году у нас по планам мы будем делать вот это все, убирать здесь. Вот это весь, все буреломы. И, скорее всего, будем заливать фундамент под баню. Либо перетаскивать баню свою, которая у нас на даче. И у нас очень хорошая баня. Вот. И либо заливать фундамент, строить баню. Вот. Ну, в общем, еще пока все в мыслях. Все пока в планах. Но за бесценок мне хочется отдавать дачу. Но за те деньги, которые мы и выставляем, к сожалению, все хотят же, знаете, чтобы все было новое и за рубль 20. Вот. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Поэтому планов много. Муж вон вышел снег кидать. Пойдемте. Завтра мы хотим пожарить шалыки. Мясо купили. Вот. Поедем кататься на лыжах. Я вас с собой возьму. Вот. Покатаемся. Тут очень быстро темняется. Вот. Сымка счастливый, довольный весь. Вот. Так что у нас опять снег. Снежище. Прям валит. Очень сырой практически. Сегодня в городе. Я говорю, у нас здесь Лапландия, потому что в городе все сыро, черно. Снег тяжелый, да, Зай? Вот. Снег очень тяжелый, потому что сырой. В городе практически был дождь. Здесь вот прям недавно, знаете, такие вот были хлопья, прям как Новый год. Знаете, как в сказке. Красота. Снега, конечно, в этом году. Мама родная. Вот. А по поводу вот этого вот своего. Ну, сейчас, где я хочу сделать газон. Этот год у нас покажет, что и как. Там у меня эту теплицу мы перевезли с сдачи. Карбонат не стали ложить на зиму. Ну, чтобы она, во-первых, устоялась, а во-вторых, мы уже не успевали. Поздно перетащили ее. А там у меня посажен чеснок, да лук. Посмотрим, как поведут себя грунты. Здесь, в принципе, земля, знаете, очень хорошая. У нас на даче очень плохая земля. Точнее, ее там, в принципе, просто нет. У нас дача стоит на болотах. Суглинистые почвы. Нет почв, там суглинки. И пучинистые. Вот. И, как бы, земля там вся привозная. Грядки все подняты, знаете, такие вот, ну, эти, обитые этими деревяшками грядки. Вот. А здесь земли у нас где-то в глубину сантиметров 80, там нетрых местах и до метра. Но земля хорошая, прям черненькая такая, замечательная. Вот. Посмотрим, как поведет себя, как будет сползать. Потому что Игорь говорит, что может иногда сползать земля. Вот. Ничего себе ты уже прокопал сколько. Много. Ты сегодня решил? Ну, болей. Туалет. Ах, портись. Ну, я вам доскреблась, ничего. Видишь, протоптала все. Сэмка счастливый, довольный. Прям, что приехали мы, когда приехали сюда, он уж этим козлом скакал. Слушай, как хорошо на тебя смотреть, а. Сейчас меня отматерят. Не надо, не надо, я со зрителем разговариваю. Не хулигай. Пусти я пойду к ребенку. Иди. Ну и пошла. Пойдемте, отведу вас к Сэмке. У нас, видите, какие сугробы. Сейчас еще маленько, уже ничего видно не будет. А ты что, ему косточки отдал, да? Ну, заодно и в туалет сходит по-быстренькому тут. Семушка, ты кушаешь, маленький? Вот у нас вон ребятишки тут в соседнем доме катались сейчас. И родители сделали горку. Вот, так что завтра будем жарить шашлыки. Завтра поедем на лыжах кататься. Вот. Планов тоже будем отдыхать. Дела с собой на всякий случай. Гномиков. Вдруг будет у меня такое настроение. Позанимаюсь гномиками на этой неделе. Мне ничего не получилось, ничего не успела. Хотела третьего гномика залить. Но не получилось. Хочу все-таки я попробую спилить бороду этому гномику. Вдруг получится, правда, из него девочка. Но не получится, если испорчу. Ну, испорчу, так испорчу он потом. Ну, поставлю куда-нибудь в дальний угол. Будет стоять на казне. В общем, вот так. Вот так. Семушка, передавай привет нашим зрителям. А, скажи мне некогда, я ем. Вот так вот. Такое маленькое, небольшое видео. Спасибо большое, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok